Последний день предвыборного пиара. В воскресенье уже выборы. Где были и что говорили кандидаты в депутаты, смотрите в нашем обзоре, ну и решайте. Освободить Надежду Савченко. Петиция с такой просьбой к Бараку Обаме на сайте Белого дома собрала более 100 тысяч подписей. Мы будем так уж через посла Сполученных Штатов просить президента Сполученных Штатов розглянуть петицию, что дозвольнение Надеи Савченко как можно шлише. Я очень рассчитываю, что ключевые лидеры демократичного света негально включатся, что дозвольнение этой мужской, стиковой, патриотической Украинки. А в 200 округе Черкасской области люди массово несут заявление в правоохранительные органы. Жалуются, что на них оказывает давление и угрожает кандидат в народные депутаты Антон Ясенко. Мы видим, что под любым предлогом ведется тиск на жителей, на голев сел, на местных голев для того, чтобы любой ценой прийти и стать народным депутатом. Сегодня так же порушено еще криминальное провожение, что касается запуска газа в селе Ладиженко. Приехал в село Ладиженко народный депутат и заявил про то, что вовольностью за свои деньги добудовал этот газопровод. Это народный депутат Украины Антон Ясенко. Да. Но на самом деле, станом на сегодняшний день мы имеем уже 23 журнала. То в оселях села Ладиженко люди не отримали газ. Лидер сильной Украины Сергей Тикипко в Каховке на предприятии смотрел, как изготавляют кетчуп. Он против общей системы налогообложения и сельского хозяйства. Это приведет к безработице. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы всегда должны помнить, что, во-первых, это продовольственная безопасность страны. И не менее важная позиция. Это один из самых больших работодателей в стране. Когда правительство, власть пробуют менять какие-то вещи, оно должно быть очень осторожно и аккуратно. И они же разработали стратегический пакет реформ. Они касаются децентрализации, создания инвест-климата и господдержки промышленности. Если в ближайший месяц-два правительство реально не протянет руку индустриальным флагманам, мы очень плохо закончим. Потому что это еще те живые точки, которые подпитывают экономику и дают рабочие места. В Киеве на Абалоне предвыборные страсти. Кандидат в нардепе по 217 округу Киева Владимир Козак уверяет, его оппонент Белецкий говорит неправду о том, что его поддерживает президент. Есть официальный документ Киевской местной организации о том, что ни Киевская местная организация Блоку Петра Порошенко, ни высшестоящие организации нашего Блоку не поддерживают такого кандидата. С наступлением зимы о тарифах лидер гражданской позиции настаивает. Люди должны знать, за что платят. Новая парламентская коалиция должна сравнивать монополию олигархи, обеспечить прозорость в формировании коммунальных тарифов и обеспечить качественные коммунальные услуги. Люди должны платить за то, что они отримуют. Никакие сбыточки не должны на них списываться. Продолжение следует...